На-на-най, на-на-най, на-на-на-най, на-на-на-на-на-на-на-на Привет, привет, Антон! Привет, Хрюш! Ой, жуки, жуки, Антон, жуки! Хрюш, успокойся, это, конечно, не настоящие жуки! Как? Ну ладно, а зачем они нам, а? Здравствуйте, ребята! Ой, вот где мои вещи, а я думала, я их потеряла. И жуки тоже ваши? И жуки тоже мои, Хрюша. Марина, я не понимаю, зачем вам эти вот жуки? Я вам об этом расскажу чуть позже, во время программы. Внимание, 15 секунд до программы приготовились. Доброе утро, ребята! Меня зовут Антон Зорькин. А меня, Хрюша. Сегодня мы проведем утро не только весело, но и полезно. А все потому, что у нас в гостях логопед Марина Юрченко. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуй, Антон. Здравствуй, Хрюша! Доброе утро, ребята! Марина, я всегда думал, что логопед – это человек, который учит четко произносить слова. Да, и я тоже. Но после того, как вы принесли жуков, мы совсем запутались. Ребята, вы совершенно правы, логопед учит четко говорить, но еще логопед учит детей заговорить. Затем учит говорить детей четко и красиво, а еще логопед обучает детишек грамотному письму и чтению. О, Хрюша, представляешь, какому большому количеству ребят сегодня поможет Марина. Да, и давайте начнем с моей подружки Маруси. А какая проблема у Маруси? Над Марусей все смеются. Почему? Ну, потому что она говорит не Маруся, а Маруся. Да, действительно, это очень часто встречающаяся проблема. Дело в том, что когда мы говорим звук «рррррр», мы его произносим с нашим большим главным язычком, вот этим. Да. А когда Маруся произносит свой звук «ррррр», она его произносит маленьким язычком, который находится у нас вот там, совсем в глубине ротика, я думаю, что могу помочь твоей подружке Маруся. Да, а как? А для этого мне понадобится вот такой простой ватный диск. Я сейчас вас научу очень интересному упражнению. А можно я тоже буду пробовать? Конечно, можно, Антон. Держи ватку. Так, держу. Это упражнение называется фокус. Кладем ватку на нос. Так, на нос. На нос. Голову при этом не забрасываем. А, не забрасываем, так. Да, ровненько. Язычок делаем в форме чашечки. Ой. И резко выдуваем. Ой. Посмотри, как здорово. Улетела у вас. Улетела. Ну, Антон, попробуй. О, вот это фокус. И у меня получилось. Получилось, получилось. Чем выше будет ватка, тем упражнение считается выполнено правильно. Ух ты. У Марины так высоко получается. Как же это помогает произнести правильный звук рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Это точно. Хорошо. Проблему Маруси мы решили. Да. Хрюша, а о своей проблеме ты не хочешь рассказать? Не хочу. Мне стыдно. Хрюша, если ты не расскажешь о своей проблеме, то Марина не сможет тебе помочь. Давай, рассказывай. Ну, я пишу с ошибками. Недавно на уроке русского вместо баба написал папа. Хрюша, очень распространенная ошибка, особенно у тех ребят, которые только учатся писать. Я с удовольствием тебе помогу. Подходи поближе. То есть после этого я стану круглым отличником? Да. Тогда я бегу. Ну что, с чего начнем? Ну, начнем мы с твоей ошибки, которую ты допустил. Баба и папа. Посмотри, какие интересные кубики я принесла. Ой, они шумят. Они шумят, совершенно верно. Какая это буква? Совершенно верно. Когда мы произносим звук П, давайте положим руку на горлышко и произнесем звук П. Что происходит у нас с горлышком? Оно звенит? Нет. Оно совсем глухое? Глухое. И кубик у нас тоже звучит совсем глухо. Да, да, глухо. А вот второй кубик. Да. Какая буква? П. Б. Давайте снова послушаем наше горлышко. Б. 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 Звенит? Да, звенит. И кубик звенит. И кубик звенит. Тебе все понятно, Хрюша? Ну, кажется, да. Я все запомнил. Ну что, давай попробуем с тобой повторить? Давайте. Для этого нам потребуются жуки. Они игрушечные, но они очень большие помощники в моей работе. Это как это? А сейчас я тебе расскажу. Для этого нам потребуется с тобой четыре жука. Давай знакомиться. Оранжевого жука зовут Бу-Пу. Повтори. Бу-Пу. Совершенно верно. Бу-Пу. А это зеленый жук. И его зовут Пу-Бу. 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 Да. А этого жука зовут Ба-Па. 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 А этот жук с красными глазками. Па-Ба. Па-Ба. Запомнили жуков? Запомнили. Да, наверное. А сейчас я их немножечко перепутаю и задам вам вопрос. Сможете ли вы вспомнить, как зовут моих жуков? Постараемся. Хорошо. Этого жука зовут? Па-Ба. Не совсем так. Нет? Ой. Совсем не так. Так. А этого жука зовут? Ба-Па. Ты не совсем прав. А, ну это точно Пу-Бу. Нет. Так. Хотите, я вам покажу замечательное упражнение, которое вам поможет сконцентрироваться? Давайте. Хорошо. Для этого мне пригодится тренажер, который называется восьмерка. Давай. Антон, ты мне поможешь? Конечно, с удовольствием. Мячик ставим в середину восьмерки. И аккуратно крутим шарик вверх и влево. Внимательно следим глазами за тем, как шарик крутится. Данное упражнение поможет нам сконцентрироваться, улучшить память и отдохнуть. А как же от упражнений может пройти усталость? От него, наоборот, еще хуже будет. Нет, Крюша, мне уже веселее. В другую сторону. Вверх и влево. Так. Вверх и влево. Вот именно так и делаем. Ой. Крюш, мы можем как раз с тобой закрепить жуков. Попробуем. Оранжевый жук. Бу-пу. Да, совершенно верно. Бу-пу. Тогда это. Пу-бу. Да, Антон. Так, это у нас па-па-ба. Да. А это ба-па. Антон, молодец. Фу, Крюша, ну это очень сложно. У тебя получилось. Получилось, Крюш. А у тебя получится? Ой, даже не знаю. Ну хорошо, давай попробуем. Оранжевый жук. Пу-пу. Так. Зеленый. Пу-пу. Так. Па-па. Ага. И наоборот. Наоборот. Ба-па. Ба-па. А этот па-ба. Па-ба. Хрюш, ты молодец, у тебя здорово получается. Правда? Правда. Ой, я волновался. Вот теперь я буду делать эти упражнения и на одни пятерки буду учиться. Вот так. Вот. Да. Я думаю, у тебя получится. Марин, скажите, а если у ребят нет вот такой вот восьмерки, чтобы успокаиваться, или, не знаю, жуков, нет ли кубиков, что делать? Как можно заменить? Жуков можно заменить любыми другими игрушками, которые одинаковы по своей сути. Например, разными машинками или разными маленькими куколками. А. И назвать их, соответственно, теми же самыми интересными именами, как играли сегодня мы с вами. А как же быть с такой вот восьмеркой? Для этого нам потребуются наши руки. Так. Это как? Руки складываем в замок. Да-да. Внимательно смотрим на свои пальчики. И выполняем то же самое движение, которое выполнял Антон с восьмеркой. Вверх и влево. А, и восьмерку рисуем. Спасибо. И приходите к нам снова. С удовольствием. А еще предлагаю подписаться на Хрюше Инстаграм. Хрюша Нижнее Подчеркивание Класс. Там море классных фотографий, видеороликов и флешмобов. Подпишитесь. Обязательно. Ребята, живите активно и мыслите позитивно. И смотрите канал Карусель. Не переключайтесь. Доброе утро, малыши! Продолжение следует...